Ребята, здравствуйте! Зовут меня Владимир, вещая из территории Латвии. И поводом для сегодняшнего моего монолога выступит интервью вот этого человека, это господин Мамыкин, так скажем, беглый журналист из Латвии. Смотрите, сначала у меня была идея сделать это в таком формате, что господин Мамыкин делает какой-то выпад в сторону Латвии, и я сразу это аргументирую. А вот изначально хотел это сделать так. Но должен сказать, что мне лениво. Все дело в том, что я не профессиональный журналист, я профессиональный строитель и по совместительству блогер. Поэтому как-нибудь я сделаю красивое видео. Сегодня, извините, жарю шашлыки у себя на участке и решил ответить господину Мамыкину заочно. Значит, смотрите, интервью называется «Андрей Мамыкин – это бегство от нацистского режима по ощущениям атмосферы и мировосприятию». Шифруется он очень красиво, потому что господин Мамыкин понимает, что к нему будут вопросы со стороны службы госбезопасности, и тогда он будет красиво уходить, что я не говорил, что это нацистский режим, это мои ощущения и атмосфера мировосприятия. Это для того, чтобы юристы потом могли, грубо говоря, его отмазать. Теперь давайте поговорим о господине Мамыкине. С лично с Андреем я не знаком, но ему очень часто переписывались, перезванивались и лично не встречались никогда. Значит, смотрите, то, что я сейчас буду говорить – это моя личная интерпретация, и, возможно, то, что я говорю – это не точно. Но я таким образом это отвечаю для себя. Что случилось с господином Мамыкиным? Я его коротко обрисую. То есть представьте себе не очень удачный журналист, у которого несколько детей, это многодетная семья, назовем их так, двое детей у него, по-моему, если не ошибаюсь. И вот живет он в Плявнике, там, в двухкомнатной квартире, и зарабатывает крайне мало, постоянно нуждаясь, и ему вечно всегда не хватало. То есть у меня коллеги-строители рассказывали историю, которая с ним приключилась. То есть ребята-строители приходят и говорят – Андрей, ну, надо сделать ремонт твоей квартире, ну, живешь как-то неподобающе. Так вот Андрей говорит – у меня нет денег на ремонт. Но потом вдруг мир меняется, и господин Мамыкин становится евродепутатом. И вот семь лет у него безбедной жизни он катается, как сыр в масле. Условно, я утрирую, если раньше он зарабатывал, например, одну тысячу евро, то сейчас он начал зарабатывать пятнадцать тысяч. Это уже благосостояние, это позволяет ему жить другой жизнью, вкусно питаться, красиво общаться, отдыхать, мотаться по всему миру – это совершенно другое ощущение. И вот когда ты семь лет жил как сыр в масле, когда денег у тебя было в год, и вдруг твой депутатский срок заканчивается, и ты идешь в ноль, и вот теперь ты безработный, теперь ты вынужденно должен искать работу. И в этом интервью, собственно говоря, об этом говорит господин Мамыкин, то, что он пытался найти работу там год или два, и у него ничего не получалось. «Ну, а услышите, какую работу искал господин Мамыкин? Вот у него есть мой личный телефон, он мог ко мне обратиться и пойти работать на стройку. И неплохо бы зарабатывал». Но что делает господин Мамыкин? Он ищет такую работу, где не нужно работать, и где нужно много получать. И вот я вам скажу, что с такой работой в любой стране будет проблема. И господин Мамыкин не нашел такую работу. Он разочарован в Латвии. Что делает дальше этот замечательный парень? Он начинает метаться. Знаете, журналюхи и политики, они ведут образ проститутки. Ну, я не хочу его оскорбить, но если коротко, то это так. Поэтому господин Мамыкин идет в партию Сасканя и получает какие-то копеечки оттуда. Этот период он умалчивает, как будто бы ничего такого не было. Не получается у них работать задорого. Господин Мамыкин идет в другую партию. Не получается. Господин Мамыкин идет в третью партию. И таким образом получается, что он абсолютно не востребован. То есть, тебе готовы бы платить такие деньги, но не за что. И как же? Конечно же, это обижает господина Мамыкина. Соответственно, господин Мамыкин, помотавшись, находит вариант. Вариант он нашел в лице его друга, который берет у него интервью. И он ему рассказывает примерно следующую историю. Это мои эротические фантазии. Вот смотри, я в Латвии зарабатывал 2000 евро. А здесь за одно интервью господину Соловью 5000 евро. Здесь можно вести журналистскую деятельность и получать примерно 50000 евро. Как тебе такое? И господин Мамыкин парень не дурак. Он понимает, что это опять возврат в это безбедное существование. И с деньгами, наконец-то, будет все хорошо. Если коротко, то из всей деятельности господина Мамыкина я вам рассказал. И все последующие интервью, они будут именно такие. Это будет просто заработок, просто отрабатывание. То есть мы понимаем, что господин Познер, например, за свою социальную позицию сейчас получает порядка 80-100 тысяч евро в месяц. Мы понимаем, сколько получает господин Соловьев, Скобеева и прочие люди. Это колоссальные деньги. Это порядка 200 тысяч евро в месяц. И вот за такие деньги даже, наверное, я захотел бы стать пропагандистом. Сейчас попробую на кастинг, может, у меня тоже что-то получится. И поэтому господин Мамыкин не удержался, и на таких людей есть востребование. Вот сейчас любой человек из Прибалтики может эмигрировать в Россию, и он будет востребован. Почему? Потому что в России есть порядочные люди. И Россия – это не 140 миллионов плохих людей. Есть разные люди, как в любой стране. И, скорее всего, там самые лучшие люди на планете Земля. Но там сейчас вот такой кремлевский режим, который вот свою другую реальность создает. И вот для этой другой реальности нужен обслуживающий персонал. Смотрите, возьмем, например, господина Нагиева. Человек собрал вещи, ушел с телевидения и сказал, я не буду работать на этот режим. Возьмем мы, например, как вариант Урганта, например. Ну, порядка 100 тысяч евро человек получал в месяц, а сейчас эмигрировал из России и говорит, я хочу абстрагироваться от этого. Возьмем, например, Галкина. Ну, неудачный вариант, но тем не менее. То есть люди порядочные не хотят участвовать в этом безобразии, которое сейчас творит кремлевская администрация. Это естественно. И эти места освобождаются. И когда порядочный человек уходит, на это место ищут очередного подонка. И вот эти подонки, они сейчас востребованы. И мы сейчас увидим с десяток людей, которые из Латвии эмигрировали в Белоруссию, в Россию. По какой причине они это сделали? По причине неплохой оплаты. То есть если я в Латвии, например, за свою деятельность получаю там полторы-две тысячи евро, а мне предлагают вдруг там 30, 50, 20, то многие люди начинают задумываться. Ну, так уж устроен мир. И поэтому эти люди будут давать интервью. Моя позиция следующая. Я критикую правительство, не критикую Латвию. Я не говорю, что это Латвия, страна. Я говорю, что это правительство. Мне не совсем понятно то, что делает наше правительство. Не совсем понятен путь, куда они нас ведут. Я категорически против тех законов, ряда законов, которые происходят в Латвии. Но я это делаю демократическим путем и в рамках моей страны. Мне вот отсюда уезжать некуда. Господину Мамыкину, видимо, есть куда уезжать. Почему господин Мамыкин покинул Латвию? Его самый главный аргумент – это вера. То есть выяснилось, что он человек верующий, и он хочет спокойно молиться на патриарха Кирилла. Окей. Значит, смотрите, господин Мамыкин, у нас здесь есть люди, которые внутри православной латвийской церкви. И никто из них не покинул Латвию по этой же причине. Никто из этих людей не высказался, что есть гонения на церковь. Понимаете, если эти люди не видят здесь гонения на церковь и не высказываются, значит, внутри православной церкви Латвии все хорошо. А вы видите эту причину. Обратите внимание, что господин Мамыкин, у него расстегнут воротничок, и мы не наблюдаем там крестика у верующего человека. Но, однако, человек не забыл напомянуть о том, что он верующий человек. Следующий важный момент – это 9 мая. Это вот эта вот слеза. Это ужасная вещь, потому что сейчас я скажу громко. Господин Мамыкин и такие, как он, а это ряд около русско-политических партий, каждый год 9 мая справляют свою политическую нужду на могилах павших воинов. Громко сказал, но это правда. Вот смотрите, я тот человек, который не на 9 мая, а в течение года, а просто по... я считаю, что это мой долг – ухаживать за могилами павших воинов. То есть, вот сейчас у нас будет ноябрь, я возьму газонокосилку, пойду косить траву на могилах павших воинов, собирать опавшие листья, делать уборку перед зимой. Весной я с группой волонтеров, порядочных людей, за свои деньги купим цветочки, будем на могилах высаживать цветы. В июне-июле, когда будет жара, мы будем ездить и поливать, и мы это делаем. Кто мы? Это делают русские, это делают латыши, это делают политики, это делают парни, например, из национального обвинения. Только ввиду сегодняшней ситуации, мне просит Владимир, делай это от своего лица. Мы не хотим в этом участвовать. Но при этом исправно сажают цветы, ухаживают за могилами, жертвуют свои деньги. Латыши, русские и люди с противоположных политических партий. Господин Мамыкин был хоть раз? Не на 9 мая, а в любое другое время. Там, где не даты, а там, где надо прийти и физически поработать, привести в порядок могилы. Я не слышал и не видел никогда, чтобы он это делал. Причем он такой патриотичный, яро настроенный, готов отстаивать стелу, памятник и все что угодно. Но физически мы же видим эту ситуацию. Следующий момент. Господин Мамыкин, конечно же, переживает за детей, которые должны расти при нетрадиционной ориентации, при плохих школьных программах и так далее, и так далее. О каких детях он говорит? Его детям уже 21 год. То есть его дети уже далеко не дети. Если он говорит про своих детей. И разве ты не должен был их правильно воспитать? И тогда никакая бы пропаганда ЛГТБ не навредила бы твоим детям. Так вот, говорить о детях, о защите детях очень много можно. Но где господин Мамыкин занимался латвийскими детьми? Напомните мне какой-либо такой проект. Вот я знаю, что господин Мамыкин довольно не за плохие деньги развивал туризм в Латвии. Но чтобы господин Мамыкин занимался детьми, я об этом не слышал. Таким образом, если разбирать интервью господина Мамыкина тщательно и по полочкам, то это набор тезисов за неплохую плату. То есть нужно создать картинку той самой плохой неонацистской Латвии. И господин Мамыкин упорно этим занимается. Я не хочу сказать, что здесь нету подозрений на нацистские всякие фишечки в Латвии. Скажите, а то, что делает сейчас Россия, там нет таких подозрений? Если человек бежит от неонацизма из Латвии, я бы советовал, например, побежать в Португалию или Испанию. Но никак не в сегодняшнюю Россию бежать от неонацизма. Не так ли? Опять же, это мое сугубо такое неправильное мнение, например. Но, тем не менее, я считаю, что выбор господина Мамыкина – это просто неплохой бизнес-контракт. И поэтому сегодня жарю шашлык. Мне, грубо говоря, нету времени для того, чтобы это сделать более красиво. Это делаю на коленке. Но, господин Мамыкин, я вам перешлю это видео. С удовольствием у вас возьму интервью. С удовольствием у вас возьму интервью. И каждый раз, когда я буду видеть очередное интервью и ваши выпады в сторону Латвии, то я не поленюсь взять свой телефон. И вот говорите вы про, например, православную церковь. Я приеду в храм православной церкви и поговорю с православными. И вот мне интересно их мнение. Говорите вы о неонацизме. Ну, пожалуйста, давайте я поищу у вас какого-нибудь здесь неонациста в Латвии. И мы сделаем с ним интервью. Не хотелось бы мне, чтобы кто-то мою страну, из которой я никуда не собираюсь уезжать, в отличие от вас, поносил плохим именем. Вот мне бы не хотелось. Это моя страна. А у вас, если вы человек совестный, человек правильный, и покинули эту страну, окей, занимайтесь журналистской деятельностью. Не занимайтесь пропагандой, разжиганием ненависти и злословием в сторону той страны, где выросли ваши дети, как вы говорите, где есть могилы ваших близких. Не делайте этого. Так же ведь говорил Высоцкий. Помните эти слова, когда господин Высоцкий сказал, что я имею претензии к своей стране, но высказываю их на территории своей страны, а за границей я это делать не буду. Помните? Ведь Высоцкий – это же ваша система ценностей. Вот я бы вам дал такой совет. И, соответственно, у меня теперь есть новое хобби. Теперь все последующие интервью господина Мамыкина мы будем разбирать по полочкам. И если этот человек будет наносить ущерб моей стране, мы будем наносить ущерб ему лично. Андрей, если хочешь, давай мы с тобой возьмем интервью не пропагандистское, и не за деньги, мне, к сожалению, нечем тебе заплатить, а от души. Вот это будет более правильный подход. На сегодня все. С вами был Владимир. Пока.